МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полина, привет! Рада тебя видеть. Залетай к нам. Ну что, сейчас будем с тобой сражаться и играть в футбол? Мы не зря тебя встретили возле этого стола. У нас проходит свой чемпионат шоу-подъем по настольному футболу. Задача твоя достаточно простая. Играем до первого гола с твоей стороны. На время. Это мои? Твои, да. Вот там, где ручки, твои беленькие, мои синенькие. Ты что, готовы сразиться? Среди гостей проводим такой чем. Чем быстрее, тем выше будешь в наше таблице. Какой-нибудь выигрывал? Нет, забивали, забивали весло. Если тебе кажется, что я играю хорошо, тебе только кажется. Ну что, ты готова? Наверное. Да давай. Раз, два, три и опа. Так. Дальше, дальше, пока ты не забьешь. Ты для начала хотя бы просто хватайся. Я вообще пока не понимаю. О, все, ну-ка. Тереп, тереп, тереп. Вот так. Вот так. Нельзя поддуть. Делай, что хочешь. Можно. Давай. Я почти пропустила. О, я сама себя забиваю. Ну-ка. Так. Как-то мало игроков. Ну-ка. Так. Может, вот так? Тебе мало игроков? Это очень тяжело. Полина, Полина, мощнее, мощнее. Это реально очень тяжело. Так. Ну-ка. А-а-а. Тут, тут, тут. Почти. Давай. Ну, не сдавайте. Давайте, давайте, девчата. Женская битва. Еще. На ноль. Сейчас получится, давай. И. Ну-ка. Так. Ну как так? Давай. Я не хочу тебе податься, но я инстинктивно почему-то каждый раз защищаю ворота. У меня какая-то защита. Ну, правильная стратегия. Ну. Давай. Можно? Так. Оп. Я не поддавалась, нет Ты сама справилась Это было очень тяжело Так, минута 36, это твой рейтинг в нашем чемпионате Ну что, поздравляем вас Сейчас идем, пожалуйста, на наши креслицы, на наши диванчики отдыхать Присаживаться Так, располагайся, как тебе удобно Падай, диван в твоем расстоянии Я прям устала, как на диванировке Полина, у меня к тебе первый вопрос Как тебе мой наряд сегодняшний? Я обратила на него внимание Не подскажешь, где такое можно купить? Ну где, в тренд-парке Я его себе выхватила, чему очень-очень рада Поэтому, что такое тренд-парк, для меня ни разу не новость Я постоянно посетитель И мы часто берем одежду для съемок Расскажи ты нашим зрителям, которые могут быть не в курсе, что из себя представляет тренд-парк Ух, тренд-парк это первое вообще в Беларуси, в Минске Наверное, единственное, я думаю, останемся Мы долго Большая локация, где представлены разные белорусские бренды Вот, и мы хотели сделать так, чтобы это был не мультибрендовый стор А чтобы каждый бренд мог открыть там свой шоу-рум Поэтому в тренд-парке они прям приходят на готовую площадку, локацию С мебелью, красивую, с красивыми примерочными И могут начинать свой бизнес Я думаю, что тренд-парк это реально уникальный вообще проект Именно и со стороны и дизайнеров, и клиентов То есть такой очень правильный алгоритм А по какому принципу в этот алгоритм вы подбираете дизайнеров? Ты можешь кому-то отказывать? Да, мы отказываем, я отказываю Для меня важно, чтобы девушка, женщина пришла и провела у меня там много времени Поэтому бренды должны быть разные Это должен быть и спортшик какой-то, и кэжуал, и просто повседневная одежда, деловой стиль И желательно, естественно, размерный ряд То есть ко всему этому понятно, как вишенка на торте добавляются более авторские бренды Более сложные, которые в единственном экземпляре для того, чтобы, ну, скажем так, подчеркнуть изюминку своего образа А какой профит дизайнеры получают от сотрудничества с трет-парком? Мы находимся в одном из самых крупных торговых центров этой галереи Безусловно, это трафик То есть как бы по моему анализу, по всему Потому что мы анализируем вообще все, что у нас происходит внутри Мы общаемся с каждым брендом Я знаю, что рано или поздно твоя целевая аудитория, она как бы вроде бы раз и замерла То есть ты растешь, растешь, там социальные сети, знакомства Я не знаю, с Рафаной Радио, которая в нашей стране работает лучше всего Но ты все равно упираешься А торговый центр это все-таки гораздо более широкая целевка Поэтому я думаю, что в первую очередь мы все-таки даем продажи И мы даем возможность развиваться дальше Потому что без продаж дизайнер не может двигаться, потому что все-таки это бизнес Ну вот смотри, вы, получается, условно посредники между дизайнером и между клиентом И вы гораздо лучше понимаете, что клиенту необходимо, что необходимо покупателю Ты после всего этого можешь все это проанализировать и донести дизайнеру Из разряда вот это сейчас не топ От этого стоит отказаться Я бы советовала себе обратить внимание на это Мы общаемся и на таком уровне, понятно, что есть какие-то, наверное, рекомендации Но в принципе у нас каждый стилист-консультант также этим и занимается И результат должен быть один Мы должны угодить нашему клиенту Мы должны сделать так, чтобы наш клиент вернулся, чтобы он порадовался действительно Чтобы он потратил деньги и не пожалел об этом И чтобы дизайнер дальше двигался в нужном направлении Поэтому, безусловно, и примерки, и анализ примерок Потому что некоторые меряются по 3-4 часа бывает И прям такую консультацию получают И они уходят без покупок И ты как бы переживаешь, но потом клиент возвращается То есть, знаешь, что-то сегодня там произошло немножко не так И вообще, в принципе, тренд-парк это такое фэшн-комьюнити Мы же проводим и разные семинары и лекции И у нас есть дни со стилистами, когда стилисты бесплатно консультируют Скоро у нас возле тренд-парка открывается кофейня Пока не будем говорить Но реально я уверена, что туда можно будет просто прийти Вот ты можешь прийти с подружкой, выпить кофе Там пойти помирить какие-то платья, как-то вдохновиться Я бы хотела, чтобы там даже фэшн-фильмы какие-то мы смотрели То есть, прям такое, проводить время Ну что ж, мы вернулись в студию шоу «Подъем» На телеканале ТНТ Интернешнл И в гостях у нас сегодня бизнес-вумен Управляющая концептуальной площадкой белорусских дизайнеров тренд-парк Полина Кравцова Полина, расскажи нам, пожалуйста Какие вещи сейчас больше всего пользуются спросом? Чего больше всего покупают? Часто сложно провести анализ Я вот месяц наблюдаю за продажами Общаюсь с дизайнерами И мне как-то прям реально тяжело Потому что я в ритейле 12 лет Конкретно в ритейле И я знаю каждый месяц, когда что покупают Когда не покупают И когда купят ту или иную вещь И ей еще не время Сейчас, конечно, сложно Потому что понятная ситуация такая У нас такой вид шоппинга Я его называю авторский вид шоппинга Мы всегда страдаем Это действительно сложно Потому что мы все еще находимся на той стадии Когда мы объясняем людям Почему мы Почему белорусские дизайнеры Это круто Почему, пожалуйста, обратите на нас внимание Они там мировой бренд Либо фаст фэшн И вот это вот все Так, ну а какими плюшками Вы заманиваете к себе посетителя? Потому что я знаю, что вы клиент-ориентированный И я обожаю ваши примерочные Просто с ума схожу Это потрясающая история Ну вот главная плюшка, наверное Расскажи немножечко об этом Вы знаете, для нас, наверное, самое главное Это благодарный клиент Благодарный клиент, которому понравилось Которого здорово проконсультировали Который смог расслабиться Который захотел вернуться Я не знаю, наверное, еще магазинов Где бы действительно можно было Так долго торчать примерочно Вот прям И фотографироваться И там можно взять много одежды И тебе обязательно поменяют Если вдруг там что-то не подошло Еще у нас каждый консультант Это не просто продавец Там, как это вот Во многих магазинах Это все-таки люди Молодые ребята Которые понимают Что они делают И в какой сфере они работают С каждым клиентом У них есть индивидуальная работа То есть у нас Слава богу Есть возможность Уделить много времени Нашим клиентам Смотри А вот дизайнерские вещи Они как бы Не каждому по карману Бывают ли у вас Какие-то акции Скидки Бонусы Если да То где их отслеживать И как Конечно, бывают Мы, во-первых, участвуем Во всех мировых акциях То есть в мире там есть Black Friday, например Рождественские распродажи Мы всегда в этом участвуем Бывает, что Кто-то делает Из дизайнеров Какие-то акции Уже личные На бренды Это уже все Можно смотреть У них на страницах Естественно По распродажам Это так же Как во всем мире То есть летние Зимние И плюс какие-то Добавочные Вот я уже проговорила вслух Что касается Не по карману Это очень легко Себе объяснить И мы уже говорили Про то, что Есть такая тема Fast fashion Если купить Давайте даже просто Возьмем футболку Там Обычную черную футболку Там Не знаю, сколько она будет стоить Не будем говорить Потому что Сложно Она, понятно, будет дешевле Чем Такая же черная футболка От белорусского бренда Но качества Будет абсолютно разная И вы просто Примерно поделите Сколько вы денег Вкладываете На какой период И вы поймете Что если вы Чуть-чуть Сейчас больше Потратите Вы на самом деле Эту вещь будете Носить дольше Ладно Ты же занимаешься Не только продажей одежды Ты же занимаешься Еще выстраиванием бренда Я правильно сейчас Это называю? Ну Консультирую Консультируешь В чем заключается Эта твоя консультация? В чем заключается Твоя работа? Ну Помочь, наверное, найти Нишу свою В этой индустрии Потому что сейчас Рынок Как бы Переизбыток Немножечко Скажем так Вот И клиентам тоже тяжело Выбрать Кто же Да То есть 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 белорусский дизайнер Кто же из них Действительно лучше И можно съесть Путсоли Пока ты найдешь Действительно хорошую Вроде я ответила на вопрос Вроде не ответила на вопрос Очень хитро Это чтобы ты пришла К ней на платную консультацию Я так и поняла Ну ладно, ладно Я обдумаю Это мысль Мы вернулись в студию Шоу Подъем На телеканале ТНТ Интернешнл И в гостях у нас Сегодня бизнесвумен Управляющая Концептуальной площадкой Белорусских дизайнеров Трендпак Полина Кравцова Полина Сейчас мы сыграем с тобой В одну игру Которая называется Не самое слабое звено Правила предельно просты Я вам по очереди В первом туре Задаю вопросы Играем мы с тобой И вы накапливаете За правильный ответ Шоколадки Чтобы ее зафиксировать И не потерять Нужно сказать Трендпарк Тогда шоколадка Падает в банк Запомнила Как наш банк называется Да Хорошо Итак, начинаем Первый вопрос Настя, к тебе Давай Время прошло Каким гребнем Голову не расчешешь? Петушином Правильно Быстрее, время же идет Как сорвать ветку Чтобы не вспугнуть птицу Поднять Что поднять? Ветку Земли Подождать, пока птица улетит У нас сгорели шоколадки Погнали Сгорел по нулям Каких камней в море нет? Сухих! Трендпарк Есть Один накопили Сын моего отца А мне не брат Кто это? Я? Ты Говори Трендпарк Говори Трендпарк Есть На какое дерево садится ворона Во время дождя? На мокрое Трендпарк Есть Из какой посуды нельзя ничего съесть? Из 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 несуществующей Я бы засчитала это как правильный ответ Из пустой Из пустой Все, считай, что правильный ответ Говори Трендпарк Трендпарк Сколько яиц можно съесть натощак? Ну что, дурочка что ли? Одно натощак, второе уже будет наверх Много Все верно Трендпарк Ну, одно натощак А, слушай В комнате горел Трендпарк Все, время Это было тяжело Очень Это было тяжело Ты посчитала, сколько шоколадок у нас? Конечно Ну-ка Пять Еее Итак, сейчас мы переходим к финальному раунду И выясним, кому же достанутся эти накопленные вами шоколадки Достанутся кому-то одно из вас Все, вы готовы? Мы готовы Время, поехали Какая гусеница опаснее всех? Гигантская Нет, которая у танка Кто ходит сидя? Дети в коляске Логика есть, я считаю, что это правильный ответ Да Ну и шахматист, ну и дети ходят Да В дунках Все, считаю Считаю Трендпарк Чем больше из нее берешь, тем больше становится Что это? Чем больше из нее берешь, тем больше становится Чем больше из нее берешь Яма 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 Трендпарк Если бы у вас была только одна спичка, и вы вошли в комнату, где есть керосиновая лампа, камин и газовая плита, что бы вы зажгли первым делом? Спичку Есть! Есть, 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 все верно Трендпарк Может ли дождь лить два дня подряд? Нет, еще ночью будет лить Правильно Знаменитый фокусник говорит, что может поставить бутылку в центре комнаты и вползти в нее Кто это? Знаменитый фокусник говорит, что может поставить в центре комнаты и вползти в бутылку? Знаменитый фокусник говорит, что может поставить бутылку в центре комнаты и вползти в нее Кто это? В комнату или в бутылку? Ну вот как я прочитал А, ну просто любой фокусник Да, потому что вползти в комнату может каждый Да Все верно Сколько цветов в радуге, которая появляется до дождя? Чего? Сколько цветов в радуге, которая появляется до дождя? Так до дождя нет у радуги Тоже правильно Ну вот, все Итак, по моим подсчетам у вас ничья боевая, так что делить шоколадки Подруженность Идеально, идеально Все, по пять шоколадок Мы не будем делить пять шоколадок на двоих, я предлагаю по пять шоколадок каждой Как тебе такая идея? Я тебе подкуплю Конечно, конечно Все, пять шоколадок для меня обожаю Сладкое и для тебя тоже Спасибо Мы вернулись в студию шоу подъем на телеканале ТНТ Интернешнл И в гостях у нас сегодня бизнес-вумен, управляющая концептуальной площадкой белорусских дизайнеров Тренд-парк Полина Кравцова Полина, смотри, в Беларуси дизайнеров немало Есть ли у вас какие-то планы на расширение? Да, у нас уже есть и план, и уже реализация этого плана Мы уже готовы к заезду новых брендов И, в принципе, мы этим сейчас и занимаемся Уже Тренд-парк будет больше тысячи квадратных метров Это будет тоже та же площадка? Вы будете там же, либо в каком-то другом помещении? Да, мы там снесли стенку, расширились в сторону У нас будет больше примерочных И мы еще забрали часть холла У меня у вас не было неделю Вы когда это все успели сделать? И у нас будет 23 корнера, то есть 23 бренда Представлены, и мы планируем открытие на сентябрь месяц Будет что-то роскошное и громкое? Да, есть у нас уже идея разработана Уже все готово Просто ждем, когда будет зеленый светофор Это ты переоткроешь? Немножечко зависит тайны Что ждать на открытии? Нет Ничего не расскажешь? Приходи к нам почаще на интервью Очень приятно, когда ты поболтаешься Нет, приходите Я ничего не расскажу Понятно, будет показ В прошлый раз у нас была фэшн-инсталляция В этот раз будет показ И, наверное, мы уже Я, может быть, скажу сейчас вслух Слоган тренд-парка Это тренд-парк одевает Вот, поэтому показ будет связан с тем, что все-таки мы одеваем Красиво, модно И это будет прям, я считаю, целое такое театральное шоу Это будут не просто модели по подиуму Это будет интересно Интересно Полина, у нас для тебя есть еще несколько вопросов В формате Блица Максимальное время на ответ 10 секунд Я вижу по взгляду, ты готова? Поехали Хороший стамадан Конкурс хороший Так, на какую деталь гардероба При встрече с человеком ты обращаешь внимание в первую очередь? Обувь Обувь На твой взгляд, самый стильный человек мира? Самый стильный Казанова из разбитых фонарей Не знаю Обувь стильный, кстати Не знаю Хорошо, самый стильный человек Беларуси Я Ты? Я даже не успела вопрос задать И так сразу Она и мира, и Беларусь Она тебе на два ответила сразу Все, вопросов больше не имею Я пошутила Я пошутила Что ты выберешь? Супертрендовую вещь или базовые джинсы? Базовые джинсы Каблук или кроссовки? Кроссовки Сейчас вопрос, даже не знаю, что ты ответишь Масс-маркет или дизайнерская одежда? Дизайнерская одежда Да ты что? Деталь гардероба, которая подходит абсолютно всем Футболка Базовая Белая или черная? Дай совет человеку, который хочет начать свою карьеру в мире фэшна и моды Надо быстро ответить Ну да Сначала нужно точно убедиться, что вы созданы для этой сферы Все? Да Отлично Спасибо тебе большое, Полина Было очень интересно Вам спасибо И отдельно тебе спасибо за то, что вы существуете За то, что у вас так круто И можно так вот красивенько одеваться Спасибо 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 за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...